всем привет у нас сегодня разговор про словари долгожданный потому что ну нельзя в питоне без словарей это пожалуй самый популярный тип данных которые используются в питоне вот вот у нас тут план лекций который прошел в прошлом году мне кажется что останавливаться на хэшах в течение половины лекции не не самая правильная идея те здесь присутствующих которые знают что такое хэш функции соответствующих таблица тем будет наверное достаточно дату краткую описание того как это происходит под капотом в питоне те которые не знают лучше либо посмотрите прошлогоднюю позапрошлогоднюю лекцию где на эту тему говорил больше вот либо еще лучше почитайте где-нибудь в принципе про то для чего нужны хэш таблицы что это такое тогда наша задача на самом деле вы выглядеть на словаре тем не менее сказать про это надо про хэш и сказать надо вот что мы с вами знаем что у питона есть идентификатор объекта ну скажем вот такой который уникально определяет объект мы с вами уже видели в чатике так точно ситуацию что идентификаторы не обязаны быть уникальными со временем то есть в каждый момент существования питона и идентификаторы уникальны но поскольку в питоне написанном носить так называемый c python они просто идентификаторы просто совпадают с адресом в память смотрите кто немножко разбирается в архитектуре в эти выходе в архитектуре x86 64 тот видит что это верхняя часть памяти половинки вот то есть это ровно то место где обычную адреса динамической памяти вот так вот значит поскольку это адреса в памяти они разумеется могут совпасть и никто за этим не следит ну смысле совпасть мы создали объект поживали его удалили объект создали новый объект и поскольку за это время ничего не случилось память этот объект создался на месте предыдущего вот я кстати не утверждаю что так бывает но так бывает вот перед нами пример вот значит следовательно уникальный идентификатор объекта у не очень хороши когда у нас идея состоит не в том чтобы проверить тот же самый этот объект а в том чтобы проверить их хранится нужно сравнивать сами объекты а сейчас давайте покажу а что там сейчас секунду так сейчас давайте проверим а куда она ведет туда же она ведет понятно сейчас сейчас поправим спасибо у каждого объект в питоне есть идентификатор в случае питон написано на си он идентификатор этот совпадает с адресом в памяти потому что так так принято но это опять-таки не стандартно это просто такая реализация вот но для сравнения объектов эти самые идентификаторы не подходят потому что как вы это вот видите из этого примера если объект удаляется на его месте создается новый тонн создается на его месте значит для сравнения объект их надо сравнивать ну непосредственно да там вот как мы с вами уже знаем что это вполне вполне возможно разные объекты да нет это одинаковые объекты но в общем иногда это могут быть разные объекты а вот вопрос почему вдруг питон посчитал что вот это конструирование объекта не нужно потому что есть предыдущий такой же вот это хороший вопрос значит в питоне есть такая штука хэш функция которая нужна для того чтобы проверить начерно то есть с очень высокой степенью вероятности но не стопроцентный что два объекта одинаковые вот более того когда создается сложный объект хэш от него если это константный объект хэш от него создается сразу ну потому что если объект константный хэш от него вычислять не надо он болтается в памяти всегда и для сравнения очень очень не помешает представьте себе что у вас строчки не не 12 байтный да а очень большие если мы пытаемся сравнить два объекта вот такого размера лексикографически то они все равны и равны кстати давайте посмотрим они хоть разные или тоже одинаковые разные обратите внимание что а равно бы но они является бы нет вот я как раз вот только что я привел пример что это не так в момент когда создавался объект бы никаких путем умножения она сто пятьсот никаких сведений о том что результат получится равным объекту а не было поэтому в данном случае создалось два разных объекта вот которые равны друг другу мой поинт состоит в том что вот эта проверка она не требует вот этого мегабайта или сколько тут у нас до сравнений почему потому что сначала мы говорим вернее так она не всегда требует мегабайт сравнений потому что сначала мы проверяем хэши ну давайте сделаем вот так вот еще c напишем плюс восклицательный знак в конце вот значит хэши сначала сравниваются хэши хэши от у а и у б хэш я сказал вот если эти хэши совпадают только в этом случае имеет смысл проверять равны ли объект в принципе например если мы их сравним на равенство например у у б и c хэши не совпадают вообще поэтому после сравнения хэшей бессмысленно сравнивать сами объекта они не равны вас лексикографически мы будем их сравнивать только если нам захочется их сравнить на больше меньше такие дела вот этот хэш это числовая функция которая равна по моему лонгинту давать по моему лонгинту традиционных питание используется для того чтобы а сравнивать в черне наши объекты бы строить множество потому что в действительности те самые множества на которых у нас было на которой у нас были домашние задания это просто хэш таблицы вот в этот момент я проматываю половину прошлогодней лекции потому что она довольно подробно объяснял что такое хэш таблицы объясняю на пальцах представим себе что мы создали огромный массив вот такого размера объектов то бишь список такого размера вот такого в этом списке у нас хранятся все возможные объекты у которых не совпадают хэши давайте для начала предположим что все хэши всех объектов разные это не совсем так можно подобрать несколько объекций с одинаковыми хэшами но давайте для начала предполагаем что это так тогда если мы сможем создать массив вот такого размера ну точнее список вот такого размера у нас не будет проблем с тем чтобы найти допустим в множестве объектов содержится и проверить содержится ли в множестве объектов вот такой вот объект кверк вверк вверк что мы делаем мы вычисляем хэш получаем хэш от а до маленький если мы посмотрели на кверк вверк вверк получаем вот такое число ищем грубо говоря вот такой элемент нашего множество воображаемый ну так конечно не получится вот но тем не менее да это комментарий а тем не менее да мы значит вычисляем хэш и берем смотрим если у нас пометка что вот такой элемент с таким номером нашего множества правил тру и если да значит это значит строчка вверк 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 а является частью нашего множества с если нет если этот элемент равен фолз значит множество источка они являются элемента множества понятное дело что массив такого размера мы создать не можем а зато мы можем создать массив гораздо меньшего размера ну скажем астов взяв остаток отделения ну не знаю на 256 и создать размер массив размером 256 элементов теперь мы уже можем вполне себе честно заполнять этот массив true или фолз зависимости от того он принадлежит ли элемент множество или нет но получится так называемый коллизия кэшей хэшей да мы можем подобрать for c in только не c но неважно все маленькое а плюс c if for c if хэш вот а плюс c процент сколько мы сказали 256 эти 16 ну хорошо 26 наверняка не найдется равен хэш вот а нет такого ну давайте а 56 слишком много давайте на 16 вот на 16 точно найдется а господи процент 16 вот смотрите если у нас у нас хэш таблица очень маленькая на 16 элементов то у нас среди всех возможных вариантов а плюс c есть аж четыре штуки плюс сам а у которых хэши совпадают если таблица чуть побольше коллизия хэшей чуть чуть пор реже случается иногда не случается вовсе не случается да ну давайте там 64 тоже нет 32 в общем у меня поняли одно совпадение есть в этом случае константный поиск наличия элемента в множестве а именно ситуации когда мы добавили когда мы проверяем равен ли вот этот вот элемент true или false только здесь уже остаток отделения превращается в константный поиск так называемой корзины а потом линейный поиск внутри корзины внутри корзины мы храним все элементы с одинаковыми хэшами есть два типа хэш таблиц открытые и закрытые от значит в одних происходит такой прям вот то что я сказал мы в таблице храним корзинки внутри корзинки храним в повалку все имеющиеся элементы с одинаковыми хэшами а есть другие другой тип хэш таблиц когда если мы при попытке захэшировать у нас возникает коллизия мы добавляем какую-нибудь странную константу или производим странную арифметическую функцию над хэшом и при хэшим его заново и в надежде что после повторного хэширования мы попадем в такое место таблицы где не за понятное дело что чем больше элементов мы пытаемся набить в наше множество тем хуже работает маленькая хэш таблицы и тут нам на помощь приходит традиционный питоновский прием релокации об занимаемого объема памяти считается что примерно треть или две трети я не помню кажется две трети верхний урез одна треть нижний урез множество должно быть заполнено то есть таблица должна быть полна на две трети чтобы количество коллизий в ней и соответственно количество линейного поиска стало неудобным и и надо просто увеличить в два раза остаток отделения увеличивается в два раза и таблица внезапно расползается становится в два раза больше и она становится гораздо реже и у хэш коллизий в них в ней уменьшаются и так далее единственное что нам нужно от хэш-функции, это чтобы она достаточно хорошо, она хорошо себя вела на достаточно похожих элементах. Вот смотрите. Это хэш от qwer-t, а это qwer-s. Видите, на достаточно похожих элементах разброс хэша у нас большой, поэтому вот если с этой помощью, с помощью остатка отделений делать множество, вот, расширяя таблицу по времени, по месту, по мере накопления элементов множества, то вполне возможно реализовать достаточно эффективные хранилища данных. Именно поэтому считается, что в среднем поиск по множеству в питоне константный, вот, но поскольку там все-таки есть достаточно ненулевая вероятность, что у нас будут хэш-коллизии, соответственно, какие-то цепочки либо корзинки к хэшей, либо перехэширование, то можно считать, что поиск по множеству логарифмический, потому что мы сначала за константу найдем корзинку, а потом за маленькую линию, которая, грубо говоря, грубо говоря, как-то в профессиональной степени двойки, да, мы, значит, единственная степень двойки, вероятность, мы будем искать, значит, линейно в этом самом месте. Вот. Что-то еще хотел сказать на эту тему, но, видимо, все. Интересующихся отсылаю там в правильное место, может быть, где-нибудь напишу ссылочку, где описано, как-то все устроено, но суть примерно такая. Вот. Надо сказать, что хэш можно брать не от всех объектов. Хэшировать можно только константные объекты. Строки, числа, кортежи. Вот кортеж можно захэшировать, а список нельзя. Он будет onHashable. Вот. Почему так? Потому что, повторяю, хэш в питоне это такая штука, которая является частью объекта, вычисляется при его создании, и, соответственно, если объект модифицируемый, мы задолбаемся перехэшировать его. Вот. Поэтому, поэтому вот. Есть отдельный тип данных под названием FrozenSet, который хэшируемый. Смотрите, множество у нас, множество у нас нехэшируемый объект, потому что, потому что оно модифицируемое, а вот FrozenSet хэшируемый объект, потому что это объекты, обладающие свойством множества, только не модифицированные, стало быть, из него можно вычислить хэш. Именты множества, мы уже об этом говорили, они не упорядочены, то есть мы можем пройтись по нему, по нему, смотрите, Set от Range от 100. Ну, хватит, мало. Вот. О, а он упорядоченный. А, ну да, естественно. Да? Нет. Да, упорядоченный. Вот. Интересно, интересно. Интересно-интересно. Интересно-интересно. Надо будет почитать, что случилось, но в принципе считается, что они не упорядочены. То есть, если вы... А, вот что. Это понятно, почему так. Господи, я глупый человек. Сейчас. Надо по одному углу добавлять. Ну, конечно. Все время, все время покупаюсь на эту удочку. Хм. Как интересно. Надо почитать. Вот еще, еще в старом питоне, в предыдущем, в 3.6 и 3.7, множество было, не сохраняло порядок добавления. Интересно-интересно. Короче, рассчитывать на это нельзя. Извините. А вот, на то, что множество сохраняет порядок добавления, потому что, в действительности, вам в множестве... А-а-а. Господи, я знаю, в чем правильный. Да, значит, потому что, во множестве элементов хранятся сообразно порядку хэшей. В множестве, который хранит целые числа, элементы хранятся сообразно порядка хэшей. Но поскольку хэша целое число равен этому целому числу, то все хорошо. Господи, какой я глупый. Ну, хорошо, давайте вот так сделаем. Да. Давайте тут стырно пишем. Ну, кстати, да, вот отрицательные числа, пожалуйста, да. или вот, например, строки. У строк же способ вычисления хэшей совершенно другой. Вот, пожалуйста, вот вам строки, которые внезапно, внезапно мы их добавили множество. Получилось вот так. Вот. Если немножко поизучать, вы можете даже увидеть принцип, по которому формируются хэш-таблицы, но, в общем, это такой уже эксперимент, эксперимент. Вот. Не всегда, не всегда. Например, хэш от отрицательного числа, как мы уже выяснили, не равен. Но, видимо, мне кажется, что хэш от длинного числа не равен этому числу. То есть, я уже говорил, когда мы с вами говорили про типы данных, что под капотом у питона есть два вида целых. Просто целые, которые умещаются в текущий интеджер. Вот. И длинные целые, которые произвольной длины. Другое дело, что никто никогда не замечает разницы, потому что они, как бы, представляют собой тип данных один и тот же. Точно так же, как никто не замечает разницы между строчками, содержащими не аске символы и строчками, не содержащими не аске символы. Да? Работа с ними происходит абсолютно одинаковая. А вот размер в памяти разный. Если строчка содержит только аске символы, она внезапно хранится по байтной. А если нет, то она хранится по юникой. Вот. Я думаю, что та же самая фигня с целыми. Теперь, собственно, мы подходим к самому интересному типу данных в питоне и, кстати сказать, самому популярному. Мы уже с вами знаем, что в множестве множество можно создавать только из хешируемых объектов. То есть мы положили элемент в множество, проверяем, есть ли он там, но это можно сделать только с строками, числами, frozen сетами и всяким вот таким вот делом. Хочется изобрести такую структуру данных, в которой можно хранить вообще что угодно. Такая структура данных есть, она называется список. У списка есть два недостатка. Первый недостаток состоит в том, что поиск элементов в списке имеет линейную сложность. Мы перебираем все элементы и сравниваем их. Как мы уже знаем, если у нас есть хэш, то поиск элемента по хэшу имеет сложность в среднем, как это, среднеконстантную. Это во-первых. А во-вторых, как мы только что видели при попытке создать хэш-таблицу, если у нас диапазон возможных значений, область определения индекса нашего списка очень большая, если мы его рассматриваем не как массив, а как что-то, что может хранить там а нулевое, а миллионное, а пятое, а сто пятьсотное. То есть, если наших индексов может быть слишком много, то создавать под них массив тяжело. Хочется придумать такую структуру данных, которая была бы с одной стороны как множество, то бишь, индексы представляли бы собой на самом деле хэш, ну, любой хэшерный объект. А вот хранить в этой структуре данных можно было бы что угодно. Такая структура данных есть, она называется словарь, еще ее называют ассоциативный массив. Вот. Выглядит это так. Мы пишем индекс, какой угодно. Индексом может являться любой хэшируемый объект. И значение. А вот значением может являться вообще любой объект. Ну, например, список, который можно хранить. Вот. Вот такой конструктор. Вот такой конструктор. Значит, как к нему обращаться? Самое удивительное, что мы обращаемся с помощью абсолютно того же метода getItem, к которому мы обращаемся к спискам, строкам, кортежам. Вот. Просто в качестве item мы ему выдаем вот. Да, значит, в случае индексируемых последовательностей getItem мы туда передаем объект типа slice. Вот. А в случае словаря мы туда передаем просто хэшируемый объект. Там учитывается хэш, бла-бла-бла, строится таблица, все. К вопросу о питоне как живом языке. До питона 3.6, не включая питон 3.6, словари были устроены как хэш-таблицы только с еще одним уровнем косвенности. Да, то есть в хэш-таблице хранился хэш и идентификатор объекта, ну точнее референс, ссылка на объект. А сам объект хранился еще дальше. То есть мы проверяли наличие хэша, проверяли равенство хэша этому самому непосредственно самому индексу, а потом по этому индексу находили в таблице ссылку на настоящий объект, к нему ходили. Но в таком интересном проекте, который называется P-P, это питон, написанный на питоне. Вот. Говорят, он в силу некоторых хитростей алгоритмических даже быстрее питона написанного на хим. Вот. Так вот, значит, в этом проекте P-P придумали более компактную реализацию словарей, которая исходит из того, что словарь это инструмент в общем-то для добавления и хранения данных. Редко кто удаляет из словаря элементы. Ну, в промышленной основе. Вот список, поскольку он ведет себя как стэк, он очень хорошо пригоден для того, чтобы ему в конец что-то добавлять и оттуда что-то удалять. А словарь это в общем штука такая, которая строится, которую в основном пополняют. И можно перейти по ссылочке в лекции, посмотреть, что, каков новый, новый, уже сколько лет, пару лет, нет, год. Ну, короче, достаточно новый способ подкапотного хранения словарей, который сильно отличается от того, что я сейчас описал, от хэш-таблицы со ссылкой. Вот. Он более эффективный по памяти и более эффективный по использованию, когда мы в словарь только добавляем. Удаление из такого словаря, оно менее эффективно. Но тоже, в общем, в границах. То есть, это не так, что там удаление, это каждый раз линейный линейный проход. Там вся та же фигня с ре-масштабированием тоже используется. Возможно, я сейчас не буду ничего говорить про то, почему пупы быстрее, но обратите внимание, джид-компиляции в питон. Да? Как питон, написанный на питоне. Это я отвечаю на вопрос, почему пупы быстрее. Хорошо. Вот так можно задать словарь. Как еще можно задать словарь? Словарь можно задать словарной сборкой, можно написать. Так же, как множество можно задать сборкой. Вообще, любой элемент, кроме кортежа, можно задать при помощи сборки. Словарь тоже можно задать сборкой. Можно написать вот так вот. Стр. А, не так, фы. Ну, не знаю. двоеточие. Ну, и умножить на 2 плюс 1, естественно, наше любимое. For и in range от, ну, сна, 10. Вот. Обратите внимание, индексами в таком сгенерированном словаре являются строки, а значениями являются числа, но, еще раз повторяю, индексы могут быть любые хешированные, а значения могут быть вообще любые совсем. Вот. Словарь можно создать из двух, из последовательностей пар. Dict от, ну, скажем так, 1, 3, 4, 5. Вот. Что? А, ну да. Да. Ну, например, вот так. О! Кстати сказать, обратите внимание, что у нас элемент y один пропал. Понятное дело, что ключей в словаре может быть только один одинаковый. Вот. Соответственно, y у нас равно 5, а не к 3, в смысле, отсылают к 5, а не к 3, потому что сначала у нас появился элемент y3, а потом y5, и, естественно, y3 перебился. я не знаю, говорил я про zip, должен был говорить. Zip это такая штука, которая из последовательности пар делает пару, из пары последовательности делает последовательность пар, из тройки последовательность последовательность тройок, ну, короче говоря, операция транспонирования. Вот. Zip это генерируемый, естественно, генерируемый объект, он, в смысле, последовательность, так называемый zip object, ну, в общем, понятно. Вот. Словарь можно задать так, словарь можно задать сяк, словарь можно задать... Да нет, ну, в общем, это, пожалуй, самые популярные. То есть, его можно сделать из чего-то, вот, и вы можете сделать из словаря, кстати, вот, или можно его сделать, значит, руками или даже, вот, ногами, да? Такие дела. Что мы можем делать со словарями? Значит, во-первых, в отличие от множества, в словаре сохраняется порядок добавления. Это вот главное нововведение, которое пришло из PPP в Python 3.6, что элементы словаря, и это с Python 3.7 гарантировано свойство словаря, упорядочены в том порядке, в котором их туда добавляли. Это важно. Поэтому мы, например, можем сказать вот так. А, мы должны сказать, какой ключ. Мы не можем попасть. Не можем, да? О, пожалуйста. Влад. Значит, мы можем взять и вынуть из словаря последний добавленный элемент. Будет как список, только у него в конце, видите, в общем, вы меня поняли. Вот. Я уже говорил, что удавление из словаря это чуть более тяжелая операция, именно в силу того, что гарантируется упорядоченность, но поп-итем, это как раз операция легкая. Удаление из словаря выглядит вот так. То есть, мы можем же сделать вот так, вот d.pop и сказать, какой именно элемент мы хотим оттуда забрать. Да? Вот. Значит, что еще? Естественно, к словарю можно обращаться, да? Мы можем написать d, там, не знаю, rt равняется, там, 100 500. Пожалуйста. Не вопрос. Какие еще бывают методы? Ну, понятно, значит, кейс и айтемс. Это методы, которые у вас все это специальные объекты. Обратите внимание, что у них, это вам не списки. Ну, давайте мы попробуем сказать ему type, вы увидите, что это специальный тип. Класс дик айтемс. Вот. То есть, это вычислимые объекты, вычислимые последовательности. Это уже прямо последовательности. по которым можно пройтись, да? Пожалуйста. Вот. Ну, и использовать словарь как последовательность. Дополнительная фишка, если вы обращаетесь непосредственно к самому словарю, как к последовательности, то происходит вот что. Ну, скажем, я хочу сказать, лист от D. Была бы эта лекция совсем в онлайне, я бы спросил, что в данном случае имеется в виду под словарем как последовательностью, но поскольку у нас онлайн немножко такой условненький, поэтому я отвечу сам на свой вопрос. Это D.items. То есть, если мы пытаемся сделать из словаря итератор, например, засандалить его в список, например, засандалить его в цикл for, вообще, где угодно написать что-то такое, типа A, B, звездочка C равняется D, то в этом случае у нас возвращается итератор по я соврал не items, по ключам, я, конечно, соврал по ключам, вот, и эти самые ключи попадаются туда, куда им следует попадать. Вот, такие дела. Напоминаю, что в силу близости словаря, точнее, способа хранения объектов в словаре множеству, поиск в словаре по ключу гораздо быстрее, чем поиск непосредственно элемента в списке. Он же массив. То есть, если вы хотите хранить много всяких данных, и у вас есть возможность эти данные хранить по какому-то ключу, не важно какому, любому хешерому ключу, строковому, числовому, даже кортеж годится, frozen set годится, хранить их в словарях быстрее будет. Такие дела. Вот, что еще у нас со словарем можно делать? Ну, обычные вещи, можно, например, его апдейтить, добавляя туда элементы другого словаря. А какие у нас тут есть еще словари в округе? Никаких? Ну, видимо, никаких. Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. d равняется dict от zip от range от 10 range от 20 40 с шагом 2 рангейт маленький рейнджер отлично А это будет E Вот. Вот у нас есть два словаря и один можно дополнить другим. Сказать E D E точка update это E Шмяк. Кстати сказать, в 3.9 питоне, который тут не так давно вышел, у меня еще пока нету на этой машине. пока еще 3.8.5 вот достаточно не новый. А вот в 3.9 питоне можно еще делать вот так вот. Вот. То есть вот эта операция update слияние словарей может быть синтаксически засахарена в виде так же как для множеств. Вот. Такая веселая вещь. Значит пока еще вот у меня нельзя. Уууу какую у меня есть идея интересная. Маленький совершенно небольшой абсолютно не имеющий отношения к делу в топе но проверить то надо. Есть такая штука называется Brython. Brython это питон написанный на джаваскрипте работающий в броузере. Вы можете писать программы на питоне а они будут работать в броузере вот о а вот там уже есть новый питон это смешно значит чтобы вы понимали это не удаленный компилятор питона это не какой-то сайт который значит исполняет программу на питоне это большой кусок джаваскрипта грубо говоря это джаваскрипт python вот мы с вами работаем с c python питон написанный на си это питон написано на джаваскрипте что-то они там такое придумали причем это не скомпилированный с помощью там вебасма питон да он прямо искать нажал скрипте написанный вот что-то они там такое придумали чтобы держаться все время в ногу с основным питоном видите 3 9 вышел и у них вышел 3 9 на днях собственно вот новость такие дела вот вот видите работает слияние двух и даже вот так будет работать слияние двух словариков в ооо значит так что это не совсем автопик а даже некоторые в некотором смысле он так да значит правда интересная штука вот совсем уже окончательно автопик раз уж пошла такая пьянка помимо значит брайтона который ну кстати он достаточный он чем хорош он имеет доступ к дом структуре документа то есть он же не просто так устроен да там может работать с конусом обратите внимание вот вот весь текст да то есть он он очень много умеет ходить к тому как устроен документ с точки зрения броузера вот что еще интересного такого тут найти часы где-то были часы где-то были часы где-то ну ладно ты тысяч но неважно короче реклама это была наша реклама а вот это тоже на питоне написано вот он в общем но тут конечно больше чем на так вот извините за таки давай в топик есть еще один проект который называется скульпт вот и это проект тоже питон написанный ну или как-то у прифигаченный javascript но его фишка в том что они поддерживают некоторые интересные модули например модуль тартл ну вот настоящий не питон тьютер же по-другому он не для этого фактически что брайтон что скульпт предназначен для того чтобы прям сайте свои делали таким способом ну возвращаемся к нашему разговору и так эти самые как их фамилия словарь эффективное хранение данных множество возможно для конструирования можно хранить что угодно в чем угодно как угодно например можно смоделировать двумерный массив не массивом массивов а словарем кортежей ну что-то типа такого равняется н равняется ну скажем так и запятая же двоеточие н for и in range от 10 for g in range от 10 тысяч а ну естественно я же делаю слова вот давайте мы еще модный питон здесь применим модный современный питон вот такие дела да и соответственно можете теперь говорить ар ну допустим 4 5 и получать такой вот имитация массива я тестировал все-таки настоящие массивы намного быстрее чем словарь если вы выполняете операцию индексирование потому что индексирование массив это чистая линия а индексирование вот такая штука в словаре это фактически поиск по хэш таблиц не линия индексирование массива чистая константа а индексирование слова это поиск по хэш таблиц и и множество жевания всевозможных структурах данных вот хотя может быть это тоже линия но линия с большим большим коэффициентом не линия константа в смысле сложности такие дела значит я слишком злоупотребляю словосочетанием такие дела сегодня для доказательства того что словарь используется повсеместно в питоне помните наши функции дир локал глоб офигеть глобал давайте мы выйдем войдем до а равняется 100 500 дир и локал ну или глобус поскольку это все равно вам от ничего не напоминает а правильно это словарь я вам открою маленькую тайну помните мы к с вами говорили что в питоне есть нету переменных а есть только связывание ну вот именование перемен это такое связывание переменной именем так вот никаких имен в питоне тоже нет связывание переменной связывание объекта именем это всего лишь добавление соответствующей запись записи в словарь global следите за руками global ку-ку равняется 100 500 как вы думаете что сейчас произошло я завел глобальную имя ку-ку равны 100 500 дел глобалс то есть на самом деле нету даже двух способов связывания до наба какой обман все наоборот никаких никакого обмана все очень честно на самом деле нет даже двух способов связывания объекта в питоне он один связание объекта в питоне это расположение ссылки на него в каком-нибудь составном типе данных все такие дела опять я сказал такие дела надо отучаться еще одно место где отличность от при отличным образом используются словари мы с вами знаем что мы можем написать функцию с именными и позиционными параметрами в действительности почитайте я вот сейчас не готов это объяснять на пальцах да и времени не особо есть хотя может быть успею еще поглядеть на это значит в действительности в современном питоне описание функции довольно сложная штука и там разделяются именные параметры и позиционные то есть не так все запутал вас значит смотрите вот я написал функцию допустим f да тут вот алексей предлагает поиздеваться немножко над питоном таким вот образом выйти в это вы цивы к этой переменной обратиться не сможете мне кажется а сделать так можно да правда смешно а вот я бы мне тоже интересно и тоже так хочу да есть такое ну и теперь да ну окей вы меня с толку сбили а параметры функции да значит определяем функцию вот у нее есть а равняется сто пятьсот b равняется четырем c равняется ну не знаю там но но это не c а в но это не важно да и мы можем эту функцию вызвать в и мы можем эту функцию вызвать вообще без параметров можем сказать и например b равняется куклу что нам определяет что это параметры именные хотя они могут быть и позиционными можем написать f там не знаю от минус одного и пожалуйста да то есть в питоне классическом смешиваются два механизма механизма разделения именных и позиционных параметров и механизма разделения параметров по умолчанию задание параметров по умолчанию в принципе в принципе вы можете кажется это делается вот так вот я могу соврать вот теперь если мне не изменяет память да вы не можете эти параметры вот эти считаются имеющими значение по умолчанию но только позиционными если вы указываете вот такую ерундистику в параметр функции вы можете также написать вот так допустим вот здесь поставить звездочку и тогда тем самым вы разделяете параметры которые могут быть позиционными именными и параметры которые может быть только именным смотрите f от 1 2 а вот от 1 2 3 у нас не получится здесь надо обязательно написать в равняется вот то есть вот этот разграничитель в описании функции отделяет собственно только позиционные параметры от именных а вот этот ограничитель разделяет только именные параметры от позицион такие дела вот значит это появилось но относительно недавно в течение там пары лет в питании вот это нужно для того чтобы разделить эти два механизма нам сейчас интересно разумеется вот это нам интересно забудем сейчас пока про разделение этих механизмов нам интересно функция у которой есть некоторое количество именных параметров помните упаковку и распаковку параметров позиционных мы ею пользовались потому что можно же написать что-то такое вот а равняется там и print звездочка а что при этом произойдет параметры распакуются и последователь наши распакуются на 7 частей эти 7 частей передадутся функции print она их воспримет как 7 различных параметров все-все-все хорошо та же самая фигня возможно с именными параметрами но поскольку у них есть имена передавать надо не любую последовательность а словарь вот как это делается ну так вот вот можно написать куда у нас там имя а до минус 1 ну а вы скажем в в ну скажем ку-ку-ку и внимание f от d что мы сделали мы передали в качестве набора именных параметров словарик сказали дробь питон вот те словарик распакуй там кому кому кто кому равен какие имена кому равны там и прислой соответственно из трех именных параметров мы переопределили 2 а и b и вот таким образом такая же ситуация может быть и в обратную сторону да мы можем написать функцию f от args arg это у нас именные argn да и там for ну как н принт агн . ну можно еще к написать что она естественно там напоминаю что в 3 8 что питоне появилась такая замечательная фишка форматных строках для то чтобы облегчить себе жизнь если вы так вот пишите то он сначала пишет вот это все как строку потом равно а потом это же все как выражение вычисляет очень удобно ну обратите внимание что имена переменных имена этих самых туда влезли ровно те которые мы с вами задали да то есть новый елки-маталки надо перейти на какой-нибудь другой интерпретатор питона у которого редактирование функции в командной строке работает более удобно ну вот я имел в доме то есть как и в случае передачи параметров позиционных с помощью в действительности кортежа именные параметры передаются с помощью обычного словаря питоне того самого вот запаковка и распаковка соответствующих параметров происходит с помощью операции две звездочки кроме того напоминаю что я засветил такую тему что есть при описании функции ограничители которые строго позволяют отделить только именные параметры от позиционных и только позиционные от именных да при этом механизм задания параметров по умолчанию ну понятное дело остается ну случае именных он должен быть всегда в случае позиционных не обязательно засылка про вкусности а вот это и есть и самые вкусности вот они вот есть позицию он ли и есть такой довольно типичный кстати описание функции когда у нас есть обязательные позиционные параметры и строго не обязательно именные вот какие-то там кваркс слов кваркс мне знакомо вот теперь то еще ну собственно больше ничего я хочу обратить ваше внимание вот на что нет ну на самом деле не ничего у нас сюда дофига тем вот вот эта вот тема которую мы в прошлый раз не успели а в этот раз успеем потому что я сократил свою речь про хэши значит обратите внимание на то что словарь и это не просто структура данных какая-то эта структура данных которые обслуживаются в общем достаточно нетривиальным алгоритмом ее создания и эксплуатации ну смотрите простые типы это простые типы ну то есть ну пошли в память взяли взяли значение массивы строки кортежи ну массивы в смысле эти самые как их фамилия списки это все такие составные типы данных обслуживание которых достаточно прозрачно то есть ну что мы знаем про допустим списке как самые сложные структуры из вот этих всех что это просто такая таблица ссылок на объекты то бишь референсов до идентифика очень грубо говоря идентификаторов объект вот который обладает свойством динамическое изменять свой размер в случае если это нужно но мы на него смотрим понимаем что это таблица в случае словаря мы конечно можем прочитать вот эту прекрасную статью про то какими конкретно алгоритмами обслуживается структура словарь но наша вычислительная модель устроена таким образом что нам на самом деле проще относиться к словарю как такому извращенную массиву у которого вместо индексов произвольных и шириной объекта вот причем операция индексирования по этому произвольному хэшер на объекту она с точки зрения вычислительной сложности практически такая же корпорация индексирования в обычном массиве то есть почти ли почти константа за исключением там каких-то вот вот собственно поэтому словари иногда называют ассоциативными массивами и поэтому их применение очень очень обширно как бы все можно сделать на словарях если вам дается какая-то очень произвольная задача да вот я тут не так давно смоделировал пер двухмерный массив на словарях логично ожидать что в питоне будут более или менее встроенные типы данных которые поддерживают другие сложные алгоритмы работы с ними вот из встроенных встроенных я так больше не найду вот а нет есть еще такие низкоуровневые типы данных про которые мы может быть даже говорить не будем всякие ячейки вот эти цел которые мы с вами видели когда смотрели как работает замыкание вот а может быть и будем по крайней мере по слоты мы точно будем говорить но не сейчас вот вы это наоборот это такие специальные типы данных которые относятся к внутренности питона так сказать для эффективного эффективного пользования придуманные а нам интересно сейчас пойти в другую сторону до какие-то типы данных которые обслуживаться хитрым алгоритм есть модуль питоне называется collections вот в котором как раз собраны некоторое количество таких популярных типов данных которые не являются не написаны на си не прибиты гвоздиками к питону а распространяются просто в виде кстати они на чем написаны нет частично они написаны написаны на си я вот вижу я вижу collection с abc то есть абстрактную базовый класс какие-то под ними писк написано носить но в общем по большей части они написаны на на питоне вот можно посмотреть наверно какой-нибудь исходник от какого-нибудь каунтера вот в общем по можете поглядеть вот сюда посмотреть они там внизу что это такое это такие 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 базовые классы такие типы данных которые нам часто нужны но свойства которых нам не предоставляют не предоставляют текущие объекты из из всех этих классов мы кажется помним кстати им ну давайте даже не так напишем chrome collections импорт звездочка колен 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 колено да я понимаю вот мы кажется помним то что называется дека дека это такой гибрид такой двугорбое слово гибрид между словом дек колода и и и и кью очередь дека это такой двусторонний список вот ну мы помним что это такое или не помню тогда я повторю ну скажем вот это список у которого есть метод его изменения с конца и метод изменения сначала а я вспомнил это мы говорили тогда когда говорили что питоновский массива динамически они же списки поддерживают практически умеют все то что имеют обычные списки и чуть не хуже их за исключением ситуации когда нам нужно удалять или вставлять элемент не в конец но такой ситуации без поиска произвольного элемента где-нибудь посередине в себя в обратить нельзя за исключением ситуации когда мы добавляем удаляем изначало и вот для добавления долине сначала служит дека у нее просто есть метод допустим left вот и пока вот один класс кстати у деки есть некоторые эффективные операции например эффективная ротация то есть взять с одной стороны положить на другую потому что она не меняет длины деки и поэтому значит при ротации например не может произойти перемасштабирование но в остальном в общем все все обычно просто некоторые методы имеют имеют суффикс left знак того что с декой работает слева тут гораздо интереснее есть вещь вот такая простая штука аналог структурки что ли сишный как превратить ступать структурку вот сейчас дайте примерчик найдем ну вот примерчик на ему тюпл это у нас название класса а это его пока вот причем обратите внимание поскольку у это же питон он не типизированный нифига смысле не так у него именно не типизированный данные там строго теперь именно нет то мы просто говорим какое будет название нашего 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 типа и какие у него будет поля вот ну давайте вот сейчас сейчас мы сделаем допустим вектор не так как там их а ну да вот вы равняется век нет не так он имен тюпл да на имен тюпл дальше мы говорим как будет называться класс вектор дальше мы будем говорить мы будем писать какие у него бывают поля x или xz по-моему так достаточно а нет я соврал соврал он должен называться век это описание класса вот а сейчас мы будем конструировать в равняется век век ну скажем вот раз два три чё 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 я был неправ здесь надо было устроить список да да здесь надо было строить список ну хорошо давайте устроим список хорошо господи прости а почему так почему нельзя будут просто последовательность какие-то неправильные люди вот так надо хорошо так 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 вот непонятно почему здесь нельзя было устроить список богу смысле так почему почему вот это не работает такая же последовательность как вот это ну возможно они там внутри к этим именам по-другому обращаются не могу сказать ну вот смотрите да мы можем написать вот так вот в точка скажем игрек равно 100 500 нет не можем а он же он же тюпль господи прости извините он же тюпль вот фактически это такая немножко другая нотация для этих самых словарей но для словарей у которых пространство имен заморожены такие замороженные словари вот да только ну как бы другой вид нотации или этой прямо вот в чистый в чистом виде не в чистом в очень похожем виде сишные структурки у которых есть именно полей сразу заданные да вот и инициализатор вот здесь мы можем написать например век допустим x равно двум зет равно одному игрек равно 3 вот такие дела нужно это исключительно для наглядности чтобы ходить не к какому-то сто пятьсотому элементу нашего вот когда вы создаете наверняка при решении домашних заданий вообще программе на питоне вы создавали такие списки или тюпли в которых сначала лежит имя потом одна карната потом другая потом еще значит там стоимость еще что-то и все они называются нулевой элемент первый второй третий четвертый пятый вот name and тюпль позволяет вам именовать их по именам а не по первым и не по индексу в основном это просто тюпли вот обычный так это был name и тюпль орды дикт не нужен потому что он уже и так ордерит а вот дефолт дикта довольно интересная штука дефолт дик и это словарь которому вы задаете конструктор элемента то есть это словарь обращаясь к которому вы получите но смотрите чак все по очереди вот у нас есть д равняется ну чё там дикт под зип я не понимаю что такое все это поэтому не могу ответить на вопрос зачем все это есть есть словарь вот ну например потому что если вы пронимать тюпль номер например потому что кортежи вообще говоря гораздо более быстрые это фактически просто куски памяти а словарь и отхождение похоже таблицы вот это и в объеме больше и вы эффективность проигрывает в разы проигрывает но то есть это не и то и другое в общем константа да но в случае в случае вот например потому что вот такая нотация это ответ на вопрос почему на ему тепло не словарь она в общем-то удобнее чем вот такая нотация понимаете да короче и в ней меньше меньше чекенпокс как это но спина короче меньше меньше значит дополнительных следов может что касается дети то понятно почему да декает вообще про другое так что я не знаю прошу прошу вас парашки когда говорите про все это а возвращаемся к дефол дикту дефол дикт это такой словарь к которому у которого есть конструктор несуществующих элементов посмотрите вот у вас есть скажем д а если вы обратитесь к несуществующему элементу вам скажут киева вы можете написать вот так вот несомненно но для того чтобы в обычный словарь что-то такое добавить или скажем вы хотите прибавить элемент к словарю вам приходится немножко извращаться вот смотрите мы пишем д с плюс равно 1 все понятно а если мы не знаем какой там элемент тогда мы пишем так две точка цвет дефолт вот допустим е запятая 0 по умолчанию 0 плюс 1 не можем нам придется писать тогда так да и это плюс 1 заработать не заработать а ну да нет все не так д все хуже у нас есть и есть д допустим е маленькая нету его как его сделать нам либо надо проверить что-то типа такое равняется 0 их е нот ин д ин д с д е т плюс 1 вот обратите внимание какая сложная конструкция да кстати теперь понятно почему словарь будучи представлен в виде последовательности возвращает последователь ключей да очень удобно проверять наличие ключа в словаре так же как наличие элементов множества вот вот как сложная конструкция которая позволяет нам добавить в словарь элемент которого раньше не было и еще его изменять можно писать по-другому можно написать вот так вот д точка гетт от е запятая 0 по умолчанию плюс 1 так будет даже короче смотрите вот у нас есть д в котором нету ключа z а сейчас будет да в котором есть ключ за появился вот ну да конечно почему бы не при неспользовать тернарный оператор в присваивании мы это делаем каждый раз когда нам это хочется обе эти конструкции странноватые это конструкция вообще длинная и эта конструкция в общем-то не так немножко не такая как мы как нам хотелось бы вот есть еще метод set дефолт который сначала расписывает значение по умолчанию для d для соответствующего индекса а потом уже к нему обращается это нужно если у вас допустим списки хранятся по умолчанию но бог бы с ним есть слава богу для таких целей у нас есть дефолт дикт мы можем сказать так д равняется дефолт дикт к сожалению не не понял к чему относятся замечания это последовательность в том смысле что она отвечает протоколу последовательности даже если у нее есть какие-то другие методы она все равно последовательность помните дактайпинг если утка это то что крякает и плавает то все что крякает и плавает это утка даже если она еще с при этом стреляет и имеет метод контейнс вот значит так вот дефолт дикт в котором мы говорим как передаем туда функцию создающую элемент по умолчанию ну скажем им что это означает это означает что к какому бы элементу д мы не обратились он во первых будет нам возвращен его значение а во вторых он автоматически добавится вот и теперь мы можем писать просто такой d допустим там нет и плюс равно 1 и он сам автоматически добавится еще сам автоматически увеличится удобная штука этот ваш дефолт дикт вот когда в вашем алгоритме часто встречаются конструкции вот вроде таких да значит метод get позволяет взять элемент если он есть или взять какое-то значение если вы нет а здесь мы делаем наоборот мы сначала расписываем значение конструктором вот немножко крышесносный крышесносный разговор вот тут вот ссылочка есть но все все несколько значит что это такое ну d4 нам вернул ветку этого дерева короче говоря мы смоделировали дерево на питоне мы можем делать сколько угодно вот эти это это пути до конца до листика а потом можно еще еще научиться их выводить конечно да для того чтобы выводить надо чуть более сложную конструкцию издевать вас а можно задать задать вот эту конструкцию видите она слишком сложная задать нельзя но можно попробовать мы можем попробовать и и задать пить как тут советую джисоном да ща ну-ка-ну-ка давайте еще разом да только он чуть хуже это это строковое представление словаре мы будем немножко говорить про джисон когда будем говорить про сервизацию это строковое представление чего-то похожего на словарь но там есть кое-какие недостатки кое-какие недостатки кстати нет слушайте джисон это же не словарь джисон такой список нет нет словарь там есть кое-какие недостатки я забыл какие но там нет множеств и там нет кортежей а вас ну ну в общем да сейчас мы сейчас мы посмотрим да значит вот у нас есть д равняется 3 как они советуют сказать джисон дам с юзерс да да не юзерс а д он пустой д 1 2 3 дерево да то есть вложенные списки 1 2 4 5 дерево в который вложен дерево в который вложен дерево в которую собственно не так дерево в котором вложен дерево которого три листика с пустым с пустым с пустым окончанием да ну там не знаю 100 да дерево в который вложен дерево с двумя элементами это первый элемент это второй элемент вот такое мелкое извращение совершенно ненужное в жизни вот окей у нас осталось еще десять минут на то чтобы а то есть там даже красивше будет да ну давайте попробуем спасибо ну-ка а о как я красота просто 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 сказка абсолютно бессмысленная структура данных вся ее вся ее как бы сказать вся ее красивость состоит в том что вот она давайте мы вот что сделаем у нас есть одна тема которую я очень давно собирался рассказать и никак не успевал и у нас есть десять минут на то чтобы про нее поговорить эта тема относится к подготовке тестов к домашним заданиям если вам интересно не просто решить домашнее задание наугад его бросить в e-judge и посмотреть получилось или нет а сначала тестировать дома на каких-то больших объемах данных для того чтобы тестировать решение домашних заданий на больших объемах данных вам нужно научиться генерировать входные тесты из случайных чисел и вот про модуль рандом мы сейчас и поговорим давайте мы уберем все это импорт рандом или даже лучше from равным импорт звездочка вот значит что такое модуль рандом модуль рандом как ни трудно догадаться это модуль который дает нам псевдо случайные числа мы не используем аппаратную случайность да значит случайность бывает аппаратная а бывает псевдо случайность то бишь датчик модуль рандом имеет отношение к датчику случайных чисел потому что в разных операционных системах разные возможности получить аппаратную случайность в случае питончика это где-то в в ос должно лежать ну давайте даже посмотрим вот она вот эта штука берет случайность из того места которое предоставляет операционная система и скорее всего это будет случайность именно аппаратная то есть взятая там из каких-то ну грубо говоря в случае линукс из дефурандом вот этим местом и пользоваться не будем пока что потому что не нужно обратимся лучше к датчику случайных чисел датчик случайных чисел это такая штука которая предоставляет вам как бы случайные целые числа возможно не целые не обязательно ну например например этого случайные числа в диапазоне от нуля до единицы вот кажется не включая ни то ни другое или а это случайные числа в диапазоне от нуля включая ноль но не включая десять ну как полагается рэнджу я а рандинт рандинт он ему рандинту нужно два параметра вот и в отличие от рандрэнджа единственное отличие от рандрэнджа стоит в том что оба части диапазона включаются ну как полагается классическому рандру фишка датчика случайных чисел стоит в следующем в действительности датчик случайных чисел это нифига не случайное число это последовательность которая вычисляется по определенной формуле и если эту формулу перезапустить сначала последовательность окажется той же самой смотрите перезапускаем последовательность снова с числа сто пятьсот видите да перезапускаем последовательность вот это очень важное свойство датчика случайных чисел потому что сгенерированный вами поток случайных данных можно сгенерировать еще раз такой же если вам нужно повторить эксперимент просто укажите тот синт который вы значит который вы с которым начнете это начало этой последовательности представьте себе это конечно не совсем так но грубо говоря это так что датчик случайных чисел это актуально бесконечная на самом деле просто очень длинная последовательность которая по определенным правилам в случайно перемешанном порядке перечисляет все целые числа в определенном диапазоне так вот поскольку числа перемешаны случайно то когда вы указываете сид вы начинаете с какого-то места этого кольца а вы его сами задайте сразу и тогда не нужно будет узнавать начните с того что задайте сид ну что-нибудь такое смотрите а а а а ну ну хорошо можно даже ну даже можно ну ну короче вы меня поняли значит начните с того что напишите что-нибудь типа такого n равняется int от time time это количество секунд да а дальше сид вот а дальше сид от n и будете знать что у вас тайм равен вот этому это это штука неудобно исключительно тем что если вы эксперименты вас ваши происходит производите чаще чем раз в секунду то есть шанс что данные будут совершенно одинаковые но что делать у нас осталось совсем немного времени чтобы рассказать про три самые интересные функции которые есть в модуле рандом ну тут тут смотрите тут есть всякие тут есть всякие всякие различные формы распределения не только равномерное но и всякие более хитрые гауссово распределение гамма вариации ну короче не интересно первая удобная штука это чайс чайс и дальше следует то есть чего чайс случайный выбор одного из элементов последовательности причем эта последовательность может быть ну это понятно это у нас будет рандинт такой ну вы меня поняли да второй метод называется shuffle ну допустим 20 это случайная перестановка списка обратите внимание что это in place метод то есть у вас происходит перестановка того самого списка который вы выдали причем и от этого не меняется более интересные штуки две на этом мы закончим сегодня более интересная штука называется sample sample это обратите внимание что когда вы делаете чайс у вас вероятность выбора каждого из элементов равна ну одинаковые и поэтому чайсы могут повторяться вот видите понятное дело да чем больше вы их делаете тем больше мы от ожидания что как бы ну как бы от ожидания каждого из этих величин одинаковые тем больше шансов что эта величина появится если вы хотите сделать случайную выборку без повторений то есть вы хотите сделать случайную выборку с повторениями то вам достаточно делать просто чайсы а вот случайная выборка без повторений это отдельные темы и например можно писать так чайс давайте почитаем от него хилл хилл лупы я сказал а не чайс господи чай несу sample population и к все очень просто sample из какого из какого множества ну скажем от 1000 от 1000 и какого размера популяция вам нужно ну скажем 10 и вот в этой популяции гарантируется что все элементы будут различными мы просто возьмем 10 случайных элементов очень удобная штука и последняя пожалуй самая интересная штука называется чайсис во чайсис вот она самая сложная и на самом деле труднее всего труднее всего это надо посмотреть лучше в документации труднее всего реализуемое если вам понадобилось это прямо сейчас не чайсис а чайсис вот в чем идея чайсис это такой сэмпл который обычно выбирается из по умолчанию один элемент который выбирается из вашей популяции и вы задаете вероятность того весовые коэффициенты того с какой вероятностью будет выбран очередной элемент смотрите чайсис дальше ну скажем раньше 10 здесь допустим у нас одинаковая вероятность у всех ну и допустим к равняется ну допустим 4 одинаковая вероятность кстати я думаю что совпадение могут быть так вот пожалуйста совпадение могут быть в случае сэмпл совпадение а теперь давайте вероятность увеличим напишем что рейндж вот допустим от 1 от 1 до 11 что это означает это означает что у элемента 9 будет вес 11 у элемента 8 будет элемент вес 10 а у элемента 0 будет вес только 1 давайте к сделаем 9 смотрите маленькие числа встречаются все реже а большие все чаще чаще всего по идее должен встречаться 8 и 9 ну 9 потом 8 ну в общем у меня поняли вот то есть вы можете указать с какой вероятностью ну да потому что у нас весовой коэффициент последнего элемента равен 10 то есть грубо говоря тот же эффект мы могли бы получить если бы взяли сэмпл а в сэмпл бы вставили одну единичку две двоечки три троечки дла бла бла в смысле один нолик две единички значит три двоечки и так далее и 10 девяток вот тогда мы бы взяв случайный набор из таких вот величин получили бы то же самое что чайс последнее что я хочу сказать про чайс на этом мы заканчиваем что вы можете вот неприличное слово означает что вы можете считать что веса кумулятивные то есть вы не непосредственно вес указываете а приращение веса вот то есть тогда здесь там напишите вот так вот вот ща не понял забыл понятно значит вопрос только в том почему она мне ругается а господи прости я тормоз это же на это же по это же позиционный это же именной параметр надо вот так сказать кумулятив вниз ну да то есть смотрите все я понял значит давайте сделаем речь на этом закончим вот это обратите внимание что здесь вероятность появления всех чисел примерно одинаковая значит что такое кумулятив вейтс идея вот в чем у вас есть весовые коэффициенты если вы вычислили вероятность появления каждого из ваших элементов вам хорошо а если вы хотите задать эту вероятность как точки на отрезке ну скажем 0 3 0 5 0 7 0 9 вот эти 0 3 0 5 0 7 0 9 это не вероятности появления вашей точки вашего элемента а точки на отрезке которые показывают кусочек отрезка попадание в которой должно привести к выдаче соответствующего элемента вот это и есть кумулятивные веса то есть в действительности 0 5 0 3 0 5 0 7 0 9 означает что первая вероятность 0 3 2 0 2 3 0 2 и 4 тоже 0 2 вот такие ну там на самом деле еще один ноль должен быть в конце тогда вы точно вот то есть когда у вас нету списка вероятности вам не хочется вычит вычислять но есть общее количество элементов и значение границы на которой между которыми заканчивается вероятность появления одного элемента начинается вероятность другого такие дела все значит я и так вы выжил много времени на этом собственно все домашнее задание будет формулировка будет сегодня тесты будут не сегодня но завтра я надеюсь я их сделаю вот на этом видимо на этом видимо мы заканчиваем потому что я и так выжил чуть чуть больше времени чем хотел вот ну в общем в общем это